Здравствуйте дорогие друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале на ютубе. В данном видеоролике я хотел бы поговорить о таком человеке, как Виталий Косенко, о дорожном контроле и о том, за что его судят. Я достаточно уже давно являюсь подписчиком моего канала и смотрю его видео и всегда его поддерживаю во борьбе с нашей милицией, с их незаконными действиями, с граничниками и так далее. Все, я думаю, кто смотрит его видео, знают в чем дело. Я, честно говоря, поражен, я, честно говоря, в шоке. Вот эта 343 статья, которую ему прилепили, непонятно вообще, честно говоря, за что. За то, что он там пришел на камерку, немножко поснимал, что-то сказал два слова граничникам, даже их не послал некультурно и за это его судят. Для меня это вообще, честно говоря, нонсенс полнейший. Чего оно так происходит, я не понимаю. В нашем государстве. Что хочу сказать. Я смотрел реестр судебных решений, находил действительно приговоры по этой статье, но там они идут в совокупности с другими статьями и так далее. Там я не нашел ни одного вообще случая, где была 343 статья, именно одна только, без каких-либо других статей. И как они ему пришили, как они объявили подозрения, передали дело в суд и так далее, я лично не понимал. Там, конечно, я читал тоже комментарии. Ему там пишут, что типа готовься, что ты там, если что, сядешь. Я так понимаю, пишут, наверное, не очень грамотные люди, потому что, ну, я не думаю, что его, конечно, посадят. Ну, а штрафовать, я думаю, вполне могут. Даже, возможно, 1700 гривен на максимальную сумму. Но все-таки это крайне вот для меня, как для юриста, неприятно, непонятно. И вообще мне реально очень больно в очередной раз убеждаться, что наша судебная система до такой степени, ну, не знаю, подвержена, что ли, влиянию вот этих прокурорских и милицейских чинов и так далее. Его там не за что реально осудить. Любой-то нормальный человек, здоровый, с мозгами понимает. Но, к сожалению, я не знаю, почему наши депутаты, наши все вот эти политиканы, болтуны с Верховной Рады и прочие остальные, никто не привлекает внимания к такому простейшему вопросу, как нашего правосудия. Все говорят, надо, чтобы там правосудие было справедливо и так далее. Любой вот кто юрист или не юрист, может залезть в реестр решений судебных. И там вот есть такая отметочка, ставится галочка приговоры. И найти попробовать оправдательные переговоры. Я, по-моему, там даже ни одного не нашел. Но говорят, что они существуют, действительно, эти оправдательные переговоры. И я лично знаю, например, ну, ни одного адвоката, который работает гораздо дольше, чем я. Более 20 лет, 25 лет у них стажа. У них, вы представляете, нет ни одного оправдательного переговора в ихнем, так сказать, багаже за все время. Есть там какие-то смягчения и так далее, садят, не садят, и так далее. Но чтобы оправдать, такого нет. Вот я даже сам честно спрашивал у некоторых судей, а почему вы не оправдываете? Вот почему? Что у нас органы досудебного следствия идеально работают или что? У нас такая идеальная ситуация, я не знаю, в следствии, в следствии, прокуратуры и милиции. Они так все идеально расследуют и с СБУшниками вместе. И все так идеально, нельзя человека неужели оправдать? Ну, что на это говорят наши некоторые вершители правосудия? Они говорят, что раньше, вот когда был другой кодекс, можно было отправлять на доследование и так далее. На сегодняшний день такого возможности нет. Единственная возможность вернуть дело, это когда обвинительный акт передается в суд. Они могут это так завернуть и вернуть, как я, насколько понимаю, было у Косенко до этого, в прошлом деле, которое рассматривалось в суде. Там его вернули и потом, я так понимаю, закрыли это производство. Ну, в общем, вот так. Возможности, короче, я так понимаю, насколько я понимаю, избежать каким-либо образом наказания, мне кажется, к сожалению, нет. И даже если там будут написаны все эти письма, о которых он просил и так далее, ну, к сожалению, наши судьи не оправдывают. И чего они еще говорят, что они не оправдывают никого? Потому что, даже если они вынесут такой приговор, даже если он в апелляции устоит, то есть у нас такой высшеспециализированный суд, туда пишут, и они все по непонятным каким-то абсолютно причинам отменяют все приговоры. И вот такая вот ситуация. Получается, у нас человек, если попал в суд, то его обязательно должны признать виновным. Оправдать его нельзя. У нас там все, я не знаю, кого, наверное, привлекают, все виновные, все однозначно и так далее. Всех их надо посадить. Ну, кроме, наверное, Юлия Тимошенко, которую там меня освободили, насколько я знаю. Ну, еще там некоторых политических других дел. Поэтому, честно, очень жалко, очень я ему сочувствую. Не знаю, хочу сказать, что вся Одесса, кого я знаю, кто смотрит действительно Виталию, все с ним, мы все за него, я тоже его поддерживаю. И даже готов приехать на какой-то там митинг, если будет и так далее. Но он говорит, пока не надо. Надо, честно говоря, хоть чем-то помочь, поддержать такого борца, действительно, с нашей системой, этой незаконной, которая существует в милиции, в МВД и так далее. В принципе, все, что я хотел сказать. Виталий, держись. Одесса, с тобой по-любому. Я так понимаю, не я один с тобой, очень много людей, которые тебя поддерживают, действительно. Поэтому держись, удачи тебе. И, может, это будет, даст Бог, один из тех случаев, которые один номинал, что все-таки каким-то образом тебя оправдают. И, может, на суде даже действительно какое-то влияние. Все, спасибо за внимание. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok